Особое мнение на 101FM Которая разворачивается вокруг объединения трех учебных учреждений культуры Вчера на общественной палате Кировской области На совещании общественной палаты рассматривался этот вопрос По жалобе представителей этих трех училищ Инициаторами явились представители училища имени Казенина Напомним, для тех, кто там не обучался или своих детей не учит Это училище, которое находится в доме, построенном архитектором Чарушина В центре города на пересечении Спасской и Казанской Но вот всегда, когда проходишь мимо, музыкальные инструменты звучат Звучат голоса оттуда Мы помним, что несколько лет назад часть училища, часть вот этого здания Не знаю, здания перешла под различные музеи, которые пользуются популярностью Современные такие музеи, музей шоколада, музей мороженого Стараниями хозяев этих музеев, которые иногда и бесплатные билеты И со школами договариваются, чтобы подешевле приходили И какие-то мероприятия бесплатно там проводили Поэтому вопрос популярности, давайте оставим оценочно, так сказать Пользуется, не пользуется популярностью Суть процесса, который разбирался Объединение трех СУЗов, трех училищ культуры И волнуются эти училищ культуры, что в связи с этим объединением А их хотят, как они говорят, переселить в другое здание, на окраине города Они боятся, что они потеряют вот эти исторические здания Вы помните, еще училище имени Репина на Казанской находится и так далее Потеряют эти здания, потеряют коллектив, потому что будет оптимизация коллектива И потеряют саму суть, в общем, того, чем они там занимаются Соответственно сократится количество студентов и прочее Сегодня вот только что мы выложили новость на сайте Хакерова.ру Колледж музыкального искусства просит у Гергиева защиту от слияния и переселения Это наш эксклюзив Письмо у нас на столе, я только что дала вам ознакомиться с ним И полный текст мы выложим чуть попозже Обращается к Гергиеву, который уже один раз заступился за училище имени Казенина Именно со своими тревогами и волнениями, что вот такая оптимизация Объединение трех культурных заведений приведет к уничтожению, собственно говоря И коллектива, и традиций, и всего, что наработано за 80 лет Вчера Татьяне Мазур, министру культуры Было предъявлено много вопросов со стороны общественников, общественной палаты И одну из главных претензий, кстати говоря, которая там звучала Это почему вы, Татьяна Мазур, говорите только о деньгах Об оптимизации, о деньгах, о помещениях, о том, о сём Почему не говорите, а что произойдет, собственно говоря, с программами культурными С выпускниками, с коллективом и прочее Но вы почитали всё это? Я почитала Много кто написал, репортер, бизнес-новости, вот мы добавили А как вам видится эта ситуация? Ну, вопрос, в общем-то, очень серьёзный В том смысле, что это училище является достоянием не только тех, кто там работает Я бы сказал, что достоянием всё-таки жителей города Кирова, а может Кировской области И поэтому в таких случаях вообще к любым действиям с такими объектами нужно относиться очень аккуратно Как я отношусь? То есть к Татьяне я нормально непосредственно отношусь Татьяну Мазур? Да, 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 но я бы не сказал, что на уровне, так сказать, там менеджмента или в каких-то других вопросах Ну, я бы, например, ей выступал Поэтому с этой точки зрения рассуждая, хотелось бы понять, какие цели преследуются То есть если цель просто финансовой оптимизации Ну, давайте посмотрим, что сделано, какие есть предложения И обсудим вопросы финансовой оптимизации То есть если речь идёт о сокращении административного какого-то аппарата, обслуживающего эти училища То это можно делать в существующих рамках При существовании трёхраздельных учебных заведений И я в этом не просто уверен, а я это точно знаю Как чисто с финансовой точки зрения, так и чисто с юридической точки зрения Но когда речь идёт об оптимизации уже путём сокращения, скажем, кадров специалистов И научно-методических кадров Ведь помимо того, что там обучают игре на инструментах Или там учат живописать Или учат организовывать какое-то там культурное дело В каждом из этих учебных заведений Есть серьёзные методические аппараты Который практикой там проявлялся и так далее То есть можно ли сокращать, скажем, методиста, который занимается музыкой И заменять его на методиста, который занимается... Культурой вообще? Да Ну, очевидно, что любой квалифицированный специалист вам скажет Что это на грани невозможного То есть, возможно, всё Есть талантливые люди, которые умеют там и так, и сяк, и эдак Но, к сожалению, это на грани невозможного То есть, соответственно, мы сразу будем говорить Что даже в этой области, скорее всего, качество дальнейшего обучения и преподавания пострадает Но ведь у меня нет никаких выкладок И у вас, наверное, в общественной палате вчера не было по этому поводу никаких бумаг На самом деле министр приводила цифры Подождите, цифры или материалы и заключения экспертов, свидетельствующих о том, что в результате объединения научно-методического аппарата... А, по учебным процессам, по творческим достижениям и так далее нет Да, потому что ведь общественная палата, если уже волнуется, ну, надо дать людям... Это же не просто уже... Ну, хотя у меня есть, вы же знаете, масса сомнений по поводу общественной палаты Но это не просто как бы уже рядовые граждане нашей области А это люди, у которых все еще внутри горит как бы там что-то за происходящее... Да, самое главное, волнуются педагоги и студенты этих трех училищ Ну, вот, смотрите, педагогов и студентов они могут игнорировать Студентов могут игнорировать легко и без всяких Куда студент денется? Будет учиться там, где ему скажут в дальнейшем И все равно надо учиться, заканчивать и так далее, и так далее Педагоги, ну, они считают, что ну, поворчат-поворчат, им же все равно некуда деваться Поворчат-поворчат и придут снова работать на ту же заработную плату А где им еще работать-то? Куда? Переезжать с территории области? Где легко на территории России, чтобы еще и найти себе там жилища и так далее? Давайте разберем еще два важных вопроса, которые, я уверена, волнуют и наших... Может, могут волновать и наши службы Сейчас два слова То есть обоснованность предложения требует серьезного экспертного изучения А кто экспертом может выступить? Только специалисты в этой области Министерства культуры? Министерства культуры, ну, в данном случае, насколько я знаю, состав Министерства культуры Там нет экспертов по этому вопросу А Татьяна сама не является экспертом по этим вопросам Даже несмотря на то, что там она сколько, три года поработала там директором художественного музея Или сколько-то, да-да То есть не является Я еще не уверен, что она до конца живописи изучила и не изучила Как бы это еще большой вопрос Работая три года там директором художественного музея Поэтому нужно серьезное экспертное мнение, экспертное заключение И только после этого Ведь это ситуация, когда нельзя навредить То есть в этой ситуации навредить никак нельзя Даже если ты получишь больше денег Вот вопрос еще, который волнует и сомнения, и подозрения Которые возникают не только у представителей училища имени Казанина Но также и у представителей общественной палаты Вопрос, касающийся здания Чарушинского, да, исторического здания Ну, хороший кусочек, если вдруг кому-то достанется Спасской-Казанской Угу Ну, наверняка есть интересанты Наверняка интересанты близко расположены Имеет ли смысл в таком случае действительно переселять в какое-то новое здание три колледжа А вот эту историческую часть отдавать под развлекательные и музейные какие-то, может быть, истории Вот это второй вопрос Или надо сохранить там училище, которое исторически там находилось Вот, Светлана, я считаю, что эти два вопроса, ну, можно условно объединять Потому что вы же, наверное, внутри училища тоже были и ходили и видели, что порой условия, которые есть внутри училища, они не всегда способствуют А денег нет, требуется ремонт Требуется серьезный, как бы, подход Конечно, хорошо бы, ну, если можно громко выразить, там, такой вот храм, как бы, искусства Чтобы он располагался, соответственно, внутри в лучших условиях, там, да Потому что снаружи он красиво все, но внутри, извините, не очень хорошо Зато акустика прекрасная А что им предложат, мы не знаем Да, то есть, может быть, Министерству культуры следовало бы задуматься там о том, чтобы привести в порядок, так сказать, училище и продолжить его Вот оптимизируй, чтобы деньги как-то высвободить А деньги-то высвободить на что? Ведь для того, чтобы высвободить, понимаете, высвободить деньги можно ведь путем ликвидации, например У меня очень простой, Алиса Ильич, у меня простой вопрос Подождите, Ладно, высвободить деньги Вот не дает сказать Для вас, как для горожанина, важно сохранить в этом историческом месте, в этом историческом здании училище культуры, музыкальное, да, искусство? Я скажу важно Да или нет? Я скажу важно, но вы, когда задаете такой вопрос, вы подставляете всех, кто скажет важно Почему? Объясню почему Потому что, скажем, что это ваше субъективное суждение Ну и что? Давайте подведем объективную базу под это У нас особое мнение Хорошо, да, любое особенное мнение должно быть обоснованное Сейчас прервемся и объективную базу подведем Продолжается программа «Особое мнение», веду ее сегодня я, Светлана Занько Своё особое мнение высказывает Азиз Агаев Вот две минуты еще на завершение этого вопроса По возможному выселению Кировского колледжа музыкального искусства из исторического здания на улице Спасской, Казанской и по объединению трех образовательных учреждений, которые занимаются культурой Все-таки, еще раз, давайте подведем черту Должно ли остаться музыкальное училище в историческом Чарушинском здании, где оно сейчас находится, или нет? И еще раз уточнить Принятие решения об объединении трех учреждений, образовательных учреждений культуры должно находиться на уровне Министерства культуры Кировской области, или нужна внешняя экспертная оценка? Да, но оба вопроса отвечаю Первый вопрос. Считаю, что должно остаться, при этом Министерство культуры должно изыскать средства для того, чтобы привести это училище культуры в нормальное состояние, чтобы там внутри, с использованием тех преимуществ, был действительно нормальный храм искусства И второе, что касается объединения, там всякие оправдания могут быть, то, что я недосказал Можно сэкономить деньги на том, что просто ликвидировать Министерство культуры, и мы сэкономим тоже деньги Понимаете? То есть, это не вопрос, как бы, экономии денег, да, в данном случае Так вот, я считаю, что заключения такие Министерство культуры Кировской области сделать не может Об объединении, потому что в Министерстве культуры нет сегодня экспертов, которые бы оценили тот ущерб, который понесет культура и искусство Кировской области в результате этого объединения Ответил на ваш вопрос? Да, абсолютно И еще на три минуты буквально вопрос, ваше мнение? Тут тоже просто задействовано Министерство культуры Кировской области Опять Министерство культуры? Речь идет, ну, что делать? А кого, кстати, хотят они назначить на руководителя? Я сейчас найду, Бен писал об этом, кого конкретно хотят назначить, я этого человека не знаю, но это менеджер Менеджер? Да, это менеджер, это не человек искусства, насколько я знаю, культура Татьяна, кстати, Мазур говорит о том, что менеджеры лучше управляют, а вот люди, которые от искусства и от культуры должны быть замами и определять политику Ну, давайте это в следующий раз обсудим Значит, смотрите, это тоже связано с Министерством культуры Это дело по поводу костела Напоминаю еще раз, что приход община католическая просит передать костел снова католической общине, поскольку он был построен в свое время католиками на их средства И по закону Российской Федерации вот эти исторические здания должны передаваться консессиям Мы начинали с вами уже как-то об этом говорить Мы видим прекрасные сюжеты, как РПЦ получает свои здания обратно без всяких проблем Не возникает никаких практических дискуссий Но по поводу костела дискуссия продолжается Ян Чапатарев, юрист, который взялся помогать католикам, пишет, что продолжаются судебные заседания И здесь новое мнение, которое пришло от чиновников Чиновники говорят, что после реконструкции в начале 90-х годов получился новый объект То есть там нет никаких религиозных атрибутов Это новый объект после ремонта Поэтому закон о возврате имущества религиозного назначения религиозным организациям на него распространяться не должен То есть здания отдавать не хотят Вот к такой позиции властей, как вы относитесь Раньше они апеллировали к тому, что типа вот орган пропадет Католики им говорят, да ради бога, пусть орган будет, пусть у нас совместное будет с вами там использование И еще лучше будет, если концерты будут в антураже католического костяло Но сейчас, они говорят, была реконструкция Даже не реконструкция, а ремонт И теперь это уже не религиозное здание Ну, я думаю, что суд оценит все аргументы Но моя точка зрения, что этот аргумент надуман Потому что на территории Кировской области было масса таких объектов Которые использовались раньше Там дом культуры Фабрика, военное училище Да, 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 да Склады, зерновые, там еще чего-то И в конечном итоге все они берутся верующими людьми Им возвращаются И они реставрируются Превращаются в ту красоту, которая... Или не превращаются Потому что пять зданий Ковату, шесть, так и гниют Да, или не превращаются Но в основном превращаются Потому что я вижу, например, там во многих местах Тот же храм Трехречий, например, там еще где-то То есть когда проезжаешь периодически И видишь происходящее изменение Ну, душа радуется Там люди очень активно вкладываются Душа радуется, да А поэтому, когда здесь верующие люди Я вот здесь бы как бы вот Единственное, чего бы не хотел противопоставлять Там, вот порой звучит Там где-то в средствах массовой информации Там РПЦ и там католитическую церковь Или там еще чего-то Или где-то там в комментариях люди пишут Потому что тем самым мы даем аргументы В пользу тех, кто отбирает храмы у РПЦ в других странах Или готовы ликвидировать храмы РПЦ И не возвращать в других странах Так, Зисович, я это говорю вам РПЦ без проблем получает огромное количество Различных зданий В том числе в городе Кирове Дайте, скажем, и слава Богу, и дайте католикам обратно Их храм тоже Поэтому вот не в таком плане, что вот А в том, что слава Богу, что есть такая как бы тенденция И дайте католикам их храм Помните, еще во времена Никиты Белых Этот вопрос тоже будировался И тогда Никита Юрьевич, который возглавлял военно-историческое общество В Кировской области Выбил деньги под реставрацию Дома офицеров И даже договаривался о поставке органа большего размера И организации там органного зала Чтобы кировчане получили больший оборудованный органный зал А католики вернули себе костел Дом-то офицеров отреставрировали А чем кончилась-то эта история? Мы не знаем Никиту Юрьевича посадили Мы знаем про это Дом офицеров отреставрировали А где орган? Что там никто не знает в Доме офицеров А Татьяна Мазур не объясняет? Вот Понимаете? Органа нет нового Но это же ее епархия Не объясняет? И знаний не отдаем Понятно Ну, в общем, я как бы вот все-таки придерживаюсь точки зрения И странно, когда правительство пишет, что не отдадим костел Потому что это уже другого назначения Так название измените тогда Не отдадим костел Потому что костел Это не религиозное здание Да Вот как бы само по себе Это считаю, что надо верующим До 13 ли их человек 15 ли их человек 20 ли их человек Отдайте верующим их здание обратно Это их здание Их И пусть они молятся там Во славу нашего отечества Говорит Азиз Сагаев мусульманин Да, только так Вот Продолжаем разговор Это программа «Особое мнение» Своё мнение сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфорум» Азиз Сагаев И перейдём к экономическим вопросам Мы с вами вчера вместе были на этом совещании Я, правда, не до конца там была Совещание под председательством первого заместителя правительства Александра Чурина На нём разбиралась программа развития малого и среднего предпринимательства в Кировской области Вы там высказали целый ряд вопросов, сомнений и предложений Нашим же слушателям я должна сказать Что это долгосрочная программа до 2024 года С немаленькими деньгами, вложенными в эту программу только в 2019 году 330 миллионов Будут вложены На развитие малого и среднего бизнеса В 2019 будет вложено Да, выделено Они придут где-то в апреле, нам бы ласкать 330 миллионов Есть целевые показатели К 2024 году мы должны довести, область должна довести количество предпринимателей До показателя почти 40%, 38% с чем-то там От экономически активного населения Уточнение, не количество предпринимателей А людей, занятых в малом и среднем бизнесе Вы их не называете предпринимателем? Нет, это разные Это разные категории То есть людей, занятых в малом и среднем бизнесе Все это благодаря пропаганде Что предпринимательство это хорошо Программе обучения Придите, научитесь, станьте предпринимателем И финансирование стартапов На них там 80 миллионов уделяется Я-то вот считала, Азиз Алич Что невозможно человека научить стать предпринимателем Я-то считала исследование Что это вот заложено Человек либо предприниматель, либо нет И таких людей не больше 10% От общего количества экономически активного населения Но, возможно, есть другие мнения Тем не менее Как вы оцениваете эту программу? Считаете ли вы, что 330 миллионов будут эффективно потрачены В этом году, судя по программе представленной Или есть сомнения? Светлана, программа должна быть серьезно доработана Там есть очень существенные недоработки Не до конца увиденное, так сказать, видение Но вчера вы видели, как бы участвовали в дискуссии Видели, что да, после некоторых обсуждений Значит, члены правительства говорили Да, мы это и имели в виду И так и будем исправлять Но в документе-то пока совсем другое как бы звучало И поэтому пока программа вот в таком виде С такими недостатками С такими недоработками То если будет в таком же виде появляться эта программа Мы не получим эффекта от того, что потратим 330 миллионов отобранных у налогоплательщиков денег И не потраченных на нужное направление Мы не увидим того результата, который планируется Потому что, смотрите, интересантов потратить эти деньги Очень много Во-первых, сами операторы, кто непосредственно направляет эти деньги Им нужно показать, что они что-то сделали Я называю это имитацией деятельности Во-вторых, получатели Например, те, кто обучает Значит, ему какая разница Какой итог будет? Ему главное, вот он список показывает Что у него столько-то человек присутствовало и обучалось Даже последний раз, когда я приходил на одно из таких обучений Я пришел посмотреть, что это Даже мою подпись забрали, что я присутствовал Потому что им надо отчитываться, кого они обучали Предпринимательству Им надо эти деньги показать, что они их потратили в нужном направлении Родители тех, кто приходит на эти программы Предприниматели, начинающие предприниматели Они тоже интересанты, они говорят, сходи, может вдруг из тебя что-нибудь там получится Но если мы только думаем о результате То мы вообще по-другому должны строить Результат чем должен измеряться? Любых программ на развитие малого и среднего бизнеса? Результат должен измеряться объемом произведенной Малым и средним бизнесом продукции В валовом региональном продукте Вы там увидели эту цифру? Не увидел, поэтому от меня вчера прозвучало предложение Что одним из показателей, которые мы хотим Не 40% населения должны работать там Потому что если мы будем так измерять, ничего не получится А 40% ВРП, валового регионального продукта Кировской области Должны производиться на предприятиях малого и среднего Так у нас больше производится? Уже по цифрам, которые привела вчера Наталья Кряжева Нет Больше? А в некоторых районах 100% она сказала Это по районам, да, но в целом по области нет 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 То есть там совсем другое Там численность Подождите Значит 30% работает Общий объем валового продукта может уменьшаться Но составляющая там, например, малого и среднего бизнеса увеличивается Где тут ценность-то для населения Кировской области? Если бы мы сегодня производили на территории области 40% валового регионального продукта на малых предприятиях Мы с вами процветали бы А, ну вот, одна треть в Кировской области валового продукта производится То есть вы предлагаете на 10% увеличить составляющую валового продукта от малого и среднего бизнеса? И туда нужно включать, стараться включать в лучшем случае малые Потому что если мы начинаем включать туда средними предприятия считаются, если я не ошибаюсь От 400 миллионов до миллиарда 200 годовой выручки По системе там учета, значит, нашего правительства Но извините меня Тогда у нас вообще крупных предприятий-то 1-2 То есть мы должны в данном случае предприятия, которые нормально работают и производят достаточно большой объем продукции А миллиард это уже годовой, это уже серьезно Мы их не должны учитывать А так мы можем приписать кого угодно Нам только достаточно будет показатель чуть-чуть увеличить Сказать, что к средним теперь относятся предприятия, производящие до 2 миллиардов в год И смотрите, у нас все планы выполнены И это опять будет имитацией, понимаете? В итоге вы чего ожидаете в этом году? Цифры будут показаны, результаты будут достигнуты Цифры, как всегда, будут показатели, даже если их не исправят И даже если идеология этой программы не изменится Цифры будут показаны, программа будет выполнена и бюджетные средства будут освоены 330 миллионов Да, но вы-то, когда говорите, имеете в виду и говорите результаты Вы что имеете в виду? Декларируемые цели Вот декларируемые цели, что там будет, вот сейчас 31% работает, а будет 40% населения работать там На этих предприятиях Или там, что количество малых предприятий, как я вчера вам показал, что их можно очень легко увеличить Не до 2024 года, а За счет самозанятых До конца этого квартала, за счет самозанятых там 26 тысяч А до конца этого года каждого, кто прошел программу обучения Записать в предпринимателей Записать в предпринимателей, зарегистрировать И эффективно потратим 330 миллионов Азиз Сагаев, его «Особое мнение» мы продолжим слушать через полторы минуты Да, действительно продолжается программа «Особое мнение» И веду ее сегодня я, Светлана Занько А свое «Особое мнение» высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфорум» Азиз Сагаев Я думаю, что большую дискуссию по то, на что лучше пустить 330 миллионов И как развить малый и средний бизнес имеет смысл за этим столом расширить Например, в программе «Разворот на бизнес» Например, еще пригласив туда ВУЗ, которого вообще не было на совещании вчерашнем Абсолютно точно А они, между прочим, участвуют В разработке стратегии социально-экономического развития Социально-экономического развития региона А оно включает в себя подъем малого и среднего бизнеса Но, к сожалению, из того документа, который мы вчера видели В очень-в очень сыром состоянии Документ По стратегии развития региона К сожалению, 2019 год Губернатор у нас работает с 2016 или с 2017 И каждый год В каком году? С 2017? С 2016? С 2016 года Чуть не каждый, если начинать со статуса ИО, то с 2016 года С 2016 года, да И каждый раз его спрашивают, где стратегия Где стратегия Вы сейчас, мы не будем ее обсуждать Не, не будем Ну, вы увидели сырой совершенно документ Да там даже, ну, документом-то сложно И документом-то сложно назвать Подход сырой пока Да, да, да Так скажем Даже концепции нельзя Надо отдельно обсудить Даже концепции нельзя назвать Но смотрите, какая интересная история Вот концепция Концепция Перезагрузки транспортной и дорожной сети Города Кирова Она уже разрабатывается В городе Рязани Институтом развития транспортных систем Который готовит программу Комплексного развития транспортной инфраструктуры Комплексную схему организации транспортного обслуживания населения Общественным транспортом И комплексную схему организации дорожного движения в городе Кирове Этот вопрос позавчера обсуждался тоже на общественной палате На соответствующей комиссии по инфраструктуре и урбанистике Туда пригласили представителей администрации И задавали им очень резкие вопросы В частности, Андрей Березин Представитель системы «Глобус» Член общественной палаты Кировской области Сказал следующее Подрядчик компетентен для выполнения таких работ? Или мы этот год просто потеряем, а потом начнем все снова? Может, если подрядчик недостаточно компетентен Сейчас расторгнуть взаимоотношения И отторговаться на другого подрядчика Если видно, что люди пустые Зачем год терять? И дальше приводятся сведения об этом подрядчике Согласно базе «Контурфокус» Пишут наши коллеги из БН Но это все было представлено на общественной палате Институт развития транспортных систем Образован 10 февраля 2017 года Ну уже история Зарегистрирован в Рязани В штате 4 сотрудника Уставной капитал 10 тысяч рублей В базе указано, что компания является участником еще 30 закупок 19 заключены по контрактам Единственный подобный проект по транспортной системе Который они разрабатывали Разрабатывают для города Казани в 2017 году А представители-то были этой компании? Нет, они были у нас на урбанистическом форуме в октябре месяце И там активисты, которые занимаются дорожным движением Игорь Багин, Григорий Долгих и другие Спрашивали у них На основании чего они разрабатывают Эти три большие документа Очень серьезные Которые зависят развитие всего города Кирова Они сказали, что основываются на картах и СНИПах Не было проведено исследований Потоки машин, остановочные потоки То есть полевых исследований, так сказать Никаких не проводили И глазами ничего Ну, может они ясновидящие И поэтому Они все видят, сидя в своих кабинетах За своими столами А вы думаете, что они не видят За такие деньги Как бы многие могут стать ясновидящими И Самое странное, что 20 миллионов рублей, между прочим Разработка Я и говорю, за такие деньги ясновидящими Многие могут стать Самое-то странное То, что Почему Такого уровня Фирмы Допускаются конкурсы Потому что там же можно устанавливать По таким конкурсам Если я не ошибаюсь Можно серьезные Квалификационные требования Устанавливать Заказчикам Со стороны заказчика У нас как всегда Помните, недавно Шульгин говорил Опять же, про уборку снега И говорил, что безграмотно составлено Тех заданий Вот за что мы не возьмемся За ремонт ли дорог Планировку ли дворов Уборку ли снега И, судя по всему Вот разработку дорожной концепции Все время безграмотно составлено задание А кто за это ответил? Хорошо бы еще знать, кто их составляет Я думаю, что Шульгин-то точно знает Кто их составляет И знает, кто должен ответить Почему никто не ответил до сих пор Тоже надо у Шульгина спросить Что-то только у него спрашивать будем Единственный работает в администрации Да ладно А в Гордуме тоже некого спросить У нас глава города кто? В Гордуме работает Единая Россия У Единой России Давайте спросим у главы города Никогда ничего спросить невозможно Они ни за что не отвечают Только чужие заслуги себе приписывают Елена Васильевна Ковалева Вопросы обращали бесполезно Она тоже член Единой России И избрана от Единой России И помогали ей тоже определенные люди Из Единой России Бесполезно туда обращаться Они ни за что не отвечают Помните вы меня спрашивали Елена Васильевна Никогда специалистом По территориальному развитию Не была Она очень квалифицированный Специалист по учету Бюджетных средств А кто тогда тебе Все эти вот люди Все вот эти вот Депутаты Вот это вот все Депутаты Думы, ОЗС Представители общественности Вот они там Их вот избраны А вы что Видели, что депутаты От Единой России Значит Задают какие-то там Сложные вопросы Нет, давайте к контракту вернемся Вот с вашей точки зрения Вы почитали Кстати, БН выложил Расшифровку вот этого заседания И вопросы, которые задавали Все вопросы обоснованы Андрей Березин Что сейчас в этой ситуации Вы бы предложили Илье Вячеславовичу Шульгину сделать? В этой ситуации Конечно, нужно посмотреть Значит, этапность По техническому заданию И результаты каждого этапа Выставлять на Экспертную оценку Хотя бы нашим специалистам И если только По итогам такой оценки Которая будет официально оформлена Будет высказано замечание Что работа выполнена некачественно Выходить с расторжением Этого контракта Но вы видите Пока только общественники Поднимают бучу По этому поводу Ну, понятно Общественная палата Активисты дорожных движений Чиновники Чиновники боятся Даже сами себя Поэтому они боятся Любой вопрос Подобного рода поднимать Потому что А вдруг это их товарищ Составлял такое техзадание А вдруг кто-то Из их товарищей Был заинтересован В том, чтобы Рязанская компания победила Понимаете? И вот А что себе врага наживать? А вдруг у этого товарища Родственники где-нибудь Еще работают В структурах Каких-нибудь охранительных Или там в правительстве Ведь работу потеряешь А вы вчера сказали Помните, что молодые люди Все хотят стать чиновниками Никто в бизнес не хочет идти На совещании? Да Так это даже не я сказала Это Чурин сказал А, это Чурин сказал Вот видите То есть Сейчас работать Получается Из-за экономической ситуации На территории Кировской области Нигде Поэтому Может быть есть простой ответ Простой ответ Вот как-то мы сидели Разговаривали С представителями С представителями образования Вот у нас приезжал министр И где-то в районах выступал И говорил Средняя зарплата учителей Там 36 тысяч На территории Госпожа Рысева приезжала? Ну вот Нет Из федерального центра Что там 36 тысяч Да Учителя Значит Некоторые потом Начали возмущаться Какие 36 Я вот получаю 14 Я 16 Я 18 И я их спрашиваю Я говорю А чего никто не стал И не сказал Ты вообще тут Приехала из Москвы Ты вообще знаешь Нюхала чего-нибудь тут Ты вообще Что тут делаешь вообще Давай-ка Отсюда Катись подальше Своими значит Статистическими данными Которыми тебе не знают То ли Курдюмов подсунул То ли еще кто-то Мне сказали А Человека сразу бы уволили А куда бы этот человек Пошел работать Никуда В малые предприниматели Уволили бы человека Я говорю Товарищи Педагоги Все бы встали Дали бы заявку На забастовку Азиз Алиич Дали бы заявку На забастовку Никто бы не вышел Они говорят Всех бы уволили А я говорю А где бы они еще Учителей взяли А взяли бы из другого района Который еще дальше Предложили бы сюда переехать Еще бы из домов А где же А где же солидарность Этих людей Внутренняя совесть Чувство справедливости Неужели бы так Поэтому простой ответ Простой ответ Поступай По совести Точка Особое мнение Азиза Агаева На сегодня Программа вела Светлана Занько Всем хорошего дня До свидания Особое мнение На 101FM